Порой, не каждый может избавиться от прошлого. Ведь прошлое, это та часть, благодаря которой мы сейчас те, кем мы являемся. Всего одна встреча может изменить жизнь, и не только твою, но и окружающих. Три двойки подряд, да ёбаный нахуй! Гулять сегодня идём? Да не, я думал сегодня поебашить в КС. Не весь день же? Весь день. Задолбал! Да чувак, ещё всё лето впереди. По Насте будешь убиваться, в подушку плакать. Ха-ха-ха, ну так-то да. Бляааа. Ты чё? Она ушла? Нет. А чё ты шкиришься? Отпиздит. За что? Я не знаю. Ну а чё тогда таришься? Она повод найдёт мне пизды дать. Ушла. Да я на самом деле и не очкую. Она идёт туда! Хе-хе, ну да, не ссыкло. Короче, не ебёт сегодня, выходим. Не выйдешь, дверь об осу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Погнали! Да бляаа! Да ну тебя нахер! Очко! Ладно зимой прыгать, но весной же! Очко! Скоро каникулы... Дааа! Опа! Попался! Жи-хан, до завтра! В смысле? Стой! Всё равно догоню! Это ты стой! А я пока убегу! Опа! 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 Слышали? Скоро новенького у нас в классе будет! Ну чё, с последнего уйдём? А чё у нас в последнем? История! Не-е-е, чё, угораешь? Да ладно, слабо! Ты меня на слабо не бери! Ну ты ему дила! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Продолжение следует... 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 Ешь сосиску. Я не буду. Ешь, я сказала. Не ори на меня. Это ты не ори на меня. Держи его руки. Ладно, хорошо. Ты довольна? Хочешь секрет? В смысле? До этого она лежала на полу. Потом я посолила её и посахарила. Фу, блядь, ёбаный царат, суда. Дура! Что? Ой. Лена, держи-ка его ручки. И ты даже не побежишь? А смысл? Как тебя зовут? Сначала ты скажи своё имя. Я... я Бэтмен! Я пошутил! Я Человек-паук! Ты как? Жопу отбил! Придурок! О, это чё, Пугачёва там? Ты где был, придурок? Сосиски жрал. Чё? Да меня чё-то не убили, нахуй. Та девчонка? Ага. А как её зовут? Она не сказала. Ух, интересно. Вот видишь, она тебя уже кормит. Хорошей женой будет. Сосиски со вкусом земли и сахара. А, ну, тоже неплохо. Имя надо у неё узнать. А он мне отравится? Да не, это природный продукт же. У вас в классе новенькая будет? Да, ты уходишь, а другая приходит. Я в августе уже уеду. Завтра гулять идём? Да, будем больше гулять, пока я не уеду. Завтра гулять идём? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юленька, вещи собрала? Да. Юля, пошли. Там машина подъехала. Там машина подъехала. Т Мне колу и жвачки. Пакетик брать будете? Не, не нужно. Капец, жара на улице. Пошли в тенёк. О, смотри, сигареты. Чё думаешь? Пошли кому-нибудь отдадим. Стопе, 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 стопе. Может, давай покурим? А если учуют? У нас же жвачки есть. Спички есть? Да откуда они у меня? Зайди купи. Нет, давай ты, я же сигарету нашёл. Мне... Мне... Спички. Коробок или пачку? И нафига ты пачку взял? Запаниковал. Ай, пошли спрячемся. Ой. Чё такое? Я её сломал. Как ты умудрился-то, а? Случайно. Ну ладно, давай. Завтра выходим? Да-да, выходим. Ну, до завтра. Я тебе позвоню. Здорово, одичалые. Сам ты одичалый. Да что ж ты мне везде попадаешься? Судьба такая. Чё вы делаете? Прятки играем. Они играют, а я смотрю. А чё не играешь? Прятаться, что ли, не умеешь? Мне интересно. Ты будешь играть? Ну давайте, хуль нет. Чё, на суефа? Не, пусть рыжий голит. А почему я? Потому что ты рыжий. Аргумент весомый. А как тебя зовут-то? Ты так и не сказала. Карина меня зовут. А меня Артём. Я знаю. Откуда? Мы в одной школе учимся. А-а-а, да, точно. Я просто тебя никогда не видел. Вот так вот. Ты будешь играть? Нет. Это был не вопрос. А ты офигевший, я смотрю. Со мной будешь прятаться. Короче, давайте уже прятаться. Рыжий считает до 30. Нас найдут. Не, ну можем туда подальше пройти. Там крапива! Ну вот. Почему моя сестра за тобой бегает? Какая сестра? Ну Аня. Она твоя сестра? Троюродная. Нихера себе. Прыгнись! Он рядом? Он уже ушёл. Заставил меня в прятки играть. А ты и не была против. Они про нас уже забыли. Походу. Я пойду проверю. Стой! Попробуй останови. Они нас не искали. Ах он рыжий, сука! Я домой пошла. Аааа, почему? Время же ещё рано. По делам надо. Ааа, ну ладно. Рыжий, ты чё, охуел, бля? В смысле? Ты с хуя ли нас не искал? Ну, найти вас не смог. Где все остальные? Ушли домой. Еблан. Пошёл ты. Чё я сегодня делал? Да, я так. Футбол гонял с пацанами. А ты? Да, я сегодня чуть не покурил. Поиграл в прятки. Про первый пункт я даже спрашивать не буду. Привет, Женя. Привет. Ты чё, её знаешь? Ну да, она моя сестра. Она твоя... Кто? Сестра. А что? Так это она мне кирпичом чуть всё хозяйство не снесла. Да? Я не знал, что она твоя сестра. Её сестра ещё Аня, кстати. Ну да, это тоже моя сестра. Почему ты мне это не говорил? А, я, наверное, забыл. Я думал, я говорил. Охренеть. Лето быстро пролетит. Да не, ещё только июнь. Да как так-то лето быстро прошло-то, а? Я же говорил, быстро пролетит. Это новенькая. Походу. Привет. Давай знакомиться. Я Юля. Я Карина. Можешь сидеть на уроке вместе со мной. Хорошо. Так, сейчас проверим контрольные работы. Как ты думаешь, что получил? Да, наверное, два. Я вообще алгебру не понимаю. Это что такое? Что? Это что сейчас было? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Ты как? У меня там портфель остался. Нифига ты психанул. Что я сделал? В смысле? Всё так быстро произошло, что у меня аж из головы вылетело. Ты разорвал тетрадку и кинул в неё? Ну и чё? Давай! А с виду казалось, там больше снега. Я так вообще на ветку упал. Время так быстро стало лететь. Оно всегда так. Прикинь, когда-то мы будем взрослые. Работа, семья. Рано ещё об этом думать. Странно. Раньше мы с тобой плохо лазили. Нас просто вместе за одну парту посадили. Кто ж знал, что так всё выйдет? Нас уже учителя ненавидят. Ну так же, как и мы их. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, давайте отрепетируем. В нашем классе новенькая. Субтитры подогнал «Симон» Привет. Я... Я Артём. Я Настя. Ты чё, подкатить пытаешься? Ха-ха-ха. Ну... Я пойду. Оу, отшиво. Ха-ха-ха. Уёбки ёбаные. У меня шоколадку и резинку для волос. Это тебе. Спасибо. Дашь свой номер? Привет. Привет. Это кто? Это я. Артём. Ты мне ещё свой номер давно оставила. А, Артём. Точно. Как проходят каникулы? Нормально. У тебя как? Благо мы в этом году не выступаем. Ага. Заебался я уже играть роль огурца и Человека-паука. У тебя была роль Человека-паука? Роли не было, а вот костюм был. А почему не Бэтмен? По той же причине, почему и не Супермен. Хе. Логично. Я хочу сказать всё Насте. На школьную ёлку. Уверен? Да. Давно пора было это сделать. И что скажешь? Придумаю. Главное после концерта её встретить и отвезти поговорить. Ну, удачи, чувак. Спасибо. Следующий год будет самым счастливым. Ну, если я ей всё скажу. Погнали домой? Погнали. Либо сейчас, либо никогда. Соберись, соберись. Погнали. 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 Чё, так долго? Пошли уже в актовый зал. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зелёная была. Настя, пошли поговорим. О чём? Ну, там надо, пошли. Я давно хотела тебе сказать. Что? Ты мне нравишься. Артём? Стой, стой, дай я договорю. Ты мне нравишься уже давно, как только ты пришла к нам в класс. Артём? Может быть, у нас могло что-то получиться? У меня есть парень. Я понимаю, что ты меня толком не знаешь, но... Что? Прости, мне нужно идти. Я и раньше это замечала. Я не слепая. Прости меня. Серьёзно. А я тебе больше не буду за мной играть. Я тебя прошу. Я тебе больше не буду за мной играть. Да? Я тебе больше не буду за мной играть. Прости меня, серьезно, но тебе больше нечего за меня делать. Я тебя пущу. Прости меня, серьезно, но тебе больше нечего за меня делать. Прости меня, серьезно, но тебе больше нечего за меня делать. Артем? Что? Пойдешь сегодня в лес? Зачем? Да там я со своей буду и еще одна девчонка. Ну ладно, хорошо. Недавно я приехала с другой деревни. Потихоньку осваиваюсь. Я нашла себе подругу. Наш класс мне нравится. Правда, скучаю по своему дому. Скоро будет мое первое лето в новом месте. Надеюсь, оно будет ярким, как никогда раньше. Эх, Жихана, помнишь нашу молодость? А вот время было, конечно. Эх, а сейчас уже года, а не те. А пока для меня-то нынче ебанутое пошло. Раньше водку в 11 лет закусывали. А сейчас посмотри на них. Не закусывают. Мне в аптеку, кстати, надо. За мазью от геморроя. Не так. Так что за девчонки? Скоро увидишь. Я их знаю. О, и этот здесь. Последние титры Ты уехала к морю А я Холодные горы Обнялись на прощание И стухнулись суки На фоне молчания Ты почти первая, кто меня догнал. Под ноги надо смотреть в следующий раз. А они давно встречаются? Недавно. Все, я отдохну. Раз Два Три! Я же говорила под ноги смотреть. Пошли в ограду. Поговорим. Не знал, что вы встречаетесь. Идите сюда! Че? Ты дурак? Я не ду... Рак Я не знаю, сколько вы сейчас нужна, но остальное я все понимаю. Триста Отсосил тракториста. Алло? Выходи на колодец. Аня дура. Офигел? Ай, блядь, я же не тебе сказал. Она моя сестра. А-а-а, точно, а я и забыл. Короче, я услышу, что Аня с собой встречаться хочет. Гонишь? Да серьезно тебе говорю. Ой, бля, не, в пизду, я домой. Ты куда? Домой. Почему? А-а-а, ну, да там срочно надо. А-а, ну ладно. Со мной Аня встречаться хочет, прикинь? Не, ну а че, нормальный вариант. Че, угораешь? Я с ней с детства знаком. Не, ну чувак, попробовать стоит. Артем, выходи на колодец. Поговорить надо. Эээ, хорошо. Пиздец, пиздец, пиздец. Ты уверена? Ну да, лучше уже сейчас. Ну, наверное. Давай ему позвоним, я ему сейчас скажу. Ну давай. Я тут останусь. Что-то случилось? Тут такое дело. Будешь с Кариной встречаться? Что? Короче, я услышал, что Аня с собой встречаться хочет. Да серьезно тебе говорю. Да или нет? Эм, не знаю. Но сегодня время до вечера. Надумаешь, позвонишь. Да! Быстро ты подумал. Это получается, теперь мы с ней встречаемся? Ну да. Ха. Ну ладно, пока. Пока. Это что сейчас было? Ну, привет. Ты... Я... Так неожиданно. Когда ты вышел, ты думал, что так будет? Я думал, мне Аня встречаться предложит. Хе-хе-хе. О, киса. Да ёпа мать. Пошли, Артём, поговорим. Хорошо. А куда они пошли? Не знаю. Я тут список составила, кто с кем встречается. О, дай посмотрю. Подари ей цветы. Я очкую. Держи, подаришь ей. И где они? Карина. КОНКОНОВАЙТЕЛЬНЫЙ ПОДПИЦИИ Эмм, это тебе. Спасибо. Чё, как там у вас с Кариной? Да всё нормально, пару раз уже расстаться успели. Ну всё равно сходились же. Тем более первые отношения, я вообще не ебу, что в них делать. Да ничего, привыкнешь. Этого я и боюсь. Завтра днюха у брата. Купил ему уже самолётик? Ага, Боинг. 606. Настоящий. Привет. Куда идёшь? Привет. Я же тебе говорил, у моего брата день рождения сегодня. А, да, точно. Ну пошлите, нам как раз по пути. По пути до конца деревни? А, да, точно. Пошлите. Ну, я пойду. Уже? Ну ещё минут 15 с вами побуду. Только давайте спокойно. Ну а как ещё? Да ёбаный рот! Сегодня вечером мы выходим? Если у меня дел не будет, то да. Артём, ты когда-нибудь падал с лавочки? Чё за тупой вопрос, конечно нет. Ха, ну это пока что. Придурок, меня зачем за собой потянул? Так она же тебя толкнула, а я спасти хотел. Спасатель хренов. Хе-хе-хе-хе-хе. Вы бы себя со стороны видели. А, Карина, у меня походу твой волос в рту. Фу... Фу... Блять... Вставай уже! Весь в траве! А Карина какашка. Ах, ты ж говнюк! С днём рождения! Держи-ка, сарь, браток. Все уже за столом успели посидеть. Почему ты так долго шёл? Да меня задержали, сарян. Вон тебе кусок тарта с нами, Лев. Сегодня в КС будешь играть? Да, пошли в ограду, в мяч поиграем. Думаю, кошку называть твоим именем. Нет, даже не смей. Хе, ладно. Не дай бог тихаря её назовёшь Кариной. Ага. Угу. Игы. Агась. Агуша. Чё? Хе-хе-хе. Стой! Что? Это, смотри, там чё, Пугачёва, что ли? Ах ты, зараза. А я больше на этот прикол не ведусь. Чё завтра, во сколько идём? С утра. Ты Кириллу уже сказал? Да. Мы завтра до тебя подойдём. Хорошо, ладно, давай. Совсем взрослый стал, а сколько тебе исполнилось? Тринадцать. Ха, да точно, тогда нифига не взрослый. Вот чё мы ложь не взяли? Как мы колбасу резать будем? Руками. Не-не-не, чё мы как бичара. Колу кто-нибудь будет пить? Не, я и так скоро лопну. А Кирилл о чё не спросил? Ай, едите твою ж мать. Привет. Алло. Бля, я чё, не тот номер набрал? Здравствуйте, а можно Карину? А это кто? Это Артём. Алло? Фух, я аж пересрал. Неплохо, у тебя голос изменился. На год старше стал ты, а голос поменялся у меня. Работаешь на опережение. Что звонишь-то? Я хотел спиздануть наподобие того, что хотел услышать твой голос, но на самом деле хотел спросить, завтра выйдешь или нет? Значит, мой голос ты не хотел услышать? Фух, как ванильно, я сейчас опрыгаю. Да я выйду завтра. Ну тогда до завтра. Ну, до завтра. Мне вон ту коробку конфет и вон ту игрушку. Будьте добры. Бля... Привет, это ты кому купил? Только ничего не говори Карине. Ты ей купил? Нет, бля, сейчас приду домой, нажерусь конфеты, выебу эту игрушку. А, ну я так и подумала. Карине, ни слова. Хорошо, хорошо, это же сюрприз. А, кстати, тебе там Артём игрушку купил. Серьёзно? Ага, я его сегодня видела. Это тебе. Блин, спасибо. Я на самом деле не умею принимать подарки. Аж неловко. А, я не умею дарить. Я думал что-то романтическое задвинуть, но нихуя не придумал. Ну, как всегда. А чё ты ей купил-то? Конфеты и игрушку. Ух, нихрена. Да-да. Деньги где взял? Так у меня днюха же была. А-а-а-а, гений. А где Карина? Она сегодня не смогла выйти. Почему? Я не знаю. Смотри, что мне сегодня подарили. А кто подарил? Да, мальчик один. Я вас как-нибудь познакомлю. Хорошо. Соня, слушай. Можешь мне помочь? Как? Надо сделать так, чтобы Карина и Артём расстались. Вот и знаешь, я тогда вообще был в шоке, что ты в меня кирпич кинула. Хе-хе-хе. Но я ж специально промазала. Ещё так из ниоткуда появилась. Ты мне тогда понравился. Хе, серьёзно? Ой, всё. Забудь. Забудь, что я сказала. Эй, говори. Ну, просто понравился тогда, и всё. Ну, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну чё, с последнего уйдём? А чё у нас в последнем? История. Не-е-е, чё, угораешь? Да ладно, слабо. Ты меня на слабо не бери. Что я хочу сказать про сериал. Он получился достаточно хорошим, интересным. Сюжетные повороты есть. Вообще, в плане сюжета вопросов нет. Ну, на данный момент, потому что мы не знаем, что будет в будущем. Даже я. Поэтому пока что всё идёт так нормально, хорошо. В Майнкрафте это реализуется тоже всё достаточно хорошо. Мне нравится. Есть, конечно, косяки, но думаю, со временем Андрей всё исправит. А в итоге мы получим просто сногсшибательный сериал с хорошей картинкой и с очень интересным сюжетом. Это что касается плюсов. Сейчас хотелось бы поговорить про минусы. Главный минус это мат. В дальнейшем не знаю, будут ли минусы, но, как я понял, я единственный, кто там очень много матерится. Или кто вообще матерится. Несмотря на то, что у меня главная роль, мне не нравятся маты. Да. Можете хоть захватить, но так и есть. Я слышал, что многим актёрам это не нравится. Как раз таки из этого сериала. Сначала, да, под началом, может, это, конечно, оказалось круто. Но, мне кажется, вам в будущем самим это надоест. И поэтому хотелось бы, чтобы матов было очень мало и чтобы их вообще не было. Но я понимаю, что такого не будет, иначе все отпишутся, но всё же, прими к сведению, Андрей. В будущем хочу предупредить, чтобы не было таких вот, знаешь, лишних диалогов, например, или лишних сюжетных линий. Потому что это может запутать зрителя, и он может просто уйти. Допустим, в сериалах на Netflix это такая актуальная проблема. Ну вот. Так что будь с этим поосторожней. Я надеюсь, что ты дойдёшь до конца, снимешь все DLC. DLC это дополнение, если кто не знает, к этому сериалу. И чтобы у тебя было там, не знаю, миллион подписчиков. Я желаю тебе удачи. Давайте, всем пока. Приветствую всех зрителей канала Несвая. На связи мистер Данька, Данил Александрович, который озвучивал Евгения в сериале «Детство». О, здорово. Салам, брат. Ты Артёма не видал? Да, нет, а что? Да так, дома просто его нет. Думал, ты увидел его. Да, наверное, у бабушки он. Может. А ты сам куда идёшь? Я сейчас в магазин. Ну, погнали, я с тобой сгоняю. Мне этот сериал оставил так и положительные, так и отрицательные эмоции. Положительные в том, что там очень интересный сюжет, персонажи, даже иногда возникают такие сюжетные поворотики. Привет, Женя. Привет. Ты чё, её знаешь? Ну да, она моя сестра. Но отрицательные в том, что здесь иногда присутствует мат. Может, кому-то зайдёт, кому-то нет, но для меня лично как-то не зашло. Но, несмотря на это, мне сериал зашёл. Желаю удачи на Свау продвигаться дальше. Надеюсь, он дотянет этот сериал свой до какого-нибудь сезона, потому что, я так понял, он будет на три сезона или четыре. Этого я не узнавал. Но надеюсь, что сериал получится очень крутым, и он будет на уровне канала Майноши. Что ж, вот всё своё мнение, которое я высказал. Всем спасибо, всем удачи и всем пока. Карина меня зовут. А меня Артём. Я знаю. Откуда? Мы в одной школе учимся. И всем привет, дорогие зрители. С вами Пателла Шармер, или же Галина Осипова. Я являюсь актрисой озвучки у канала Насвай. Озвучиваю Карину. Мне бы хотелось передать своё мнение по поводу сериала «Детство». Сам сериал мне нравится из-за его тёплой атмосферы. Конечно, ещё из-за хорошего сюжета. Конечно, я играю того персонажа, который, ну, нагибает всех, причём достаточно сильно. Особенно вся вот эта вот ситуация со второй серии про сосиски. Ты довольна? Хочешь секрет? Смыслем. До этого она лежала на полу. Потом я посолила её и посахарила. Фу! Многим зрителям это понравилось. Ну, честно, мне бы хотелось, чтобы в этой серии я ещё сильнее нагнула персонажа. Не потому что это не назло, а просто по желанию. А так ещё, ну, можно сказать, что в этом сериале немного мелькает тут, конечно же, любовь. На самом деле, не обязательно нужно быть таким злым человеком. Ну, порой что-то может и пробуждаться. Кому-то понравится, кому-то нет. Это уже, ну, собственно говоря, личное мнение. А так, мне нравится озвучивать своего персонажа и участвовать в этом сериале. Да и как и самой студии, мне нравится. Там и актёры озвучки хорошие, да все ребята там хорошие. А так, пока на этом всё. С вами была Галина Осипова. Всем удачи и всем пока! Скоро будет моё первое лето в новом месте. Надеюсь, оно будет ярким, как никогда раньше. Всем привет! Меня зовут Наталья. Я озвучиваю Юлю, загадочную девочку из сериала «Детство». Сам сериал мне показался сначала сумбурным, непонятным. Но мне кажется, это сделано намеренно, чтобы показать, как быстро бежит время, когда ты подросток. Что-то стирается из памяти, а что-то остаётся с тобой, будь то верный друг или подруга, новые ощущения и, конечно же, воспоминания. Вдвойне интереснее наблюдать за развитием персонажа и сюжета, зная, что история основана на реальных событиях. Сейчас в сериале сохраняется интрига и загадочность, но надеюсь, что к финалу мы узнаем, что не так с этим странным колодцем. Всем спасибо за внимание и пока!